Сегодня на канале Твой Игровой, с вами Серёжа, Филипп. Привет. Настольная игра Аристея. Мы вам расскажем о мире данной игры, вселенной Infinity и также за летсплеем партеечку. В первом видео мы как раз-таки поговорим немножко о сюжетной основе. Хочу сказать важную информацию, что если вас эта игра заинтересует, вы сможете её приобрести у официального представителя, дистрибьютора Corvus Belli, фирмы испанская, она? Да, 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 испанская. Испанский разработчик Corvus Belli, который занимается всем, придумал всю эту штуку, как Infinity. Вот, если вы будете покупать Аристею по нашим ссылкам в описании, то вам будет бесплатная доставочка. Ну что ж, тогда начнём, пожалуй, да, что это такое вообще Аристея? Начнём мы, наверное, не совсем с Аристея, мы начнём всё-таки с Infinity. Я тут принёс пару книжечек, их на самом деле четыре, они по две в наборе. Каждая по 10 килограмм? Ну, не совсем. Здесь это вот базовая третья редакция Infinity. Получается, здесь Corvus. Это всё, что касается истории Infinity. Это вот именно всё художественное описание мира Infinity здесь. Как всё развивалось, как люди полетели в космос, на какие фракции они поделились, и дальше идёт rulebook. Это уже непосредственно правило третьей редакции для Infinity. Ну, можно будет потом поснимать. Это всё сколько страниц? Ну, здесь не только правило, здесь описание оружия, здесь, ну, если тебе прям интересно, 255, вот последнее. Ну, в общем, здесь всё, что вам нужно для того, чтобы поиграть в Infinity третьей редакции, но не совсем всё. Но есть быстрый старт. Потому что быстрый старт есть, бесплатные правила быстрого старта на сайте Corvus.belli есть, и на сайте самой Infinity есть. Это два разных сайта, если что. N3 называется эта редакция, вот здесь отмечена. И это ещё не всё. То есть, это как бы база, и чуть-чуть позже вышла так называемая Human Sphere. Это расширение третьей редакции правил Infinity. Там добавились различные... Во-первых, там добавились новые расы, там добавилось новое оружие, новые типы боеприпасов, возможность объединять уже свою армию, там делить точнее на отряды, так называемые, линки и так далее. В общем, здесь точно так же, здесь называется Gitbook. Она уже даже побольше, чем предыдущую Corebook я показывал. Здесь точно так же описаны уже более подробно секториалы различных армий. Здесь описаны, вот даже видишь, Риадна. Потому что там русские есть. На русском, да. Здесь описаны уже новые, инопланетная раса Тоха здесь описана. То есть, если вы всё вот это вот прочитаете, художественную книжечку про мир Infinity, вы будете знать исчерпывающе, ну, если вам это, конечно, надо. Ну, давай для тех, кто вот как я вообще... И рулбук, например. Да, сейчас я расскажу. И рулбук тоже. Ну, рулбук поскромнее, потому что это всё-таки дополнение скорее к правилам. Вот, мир Infinity вообще, что это такое? Это к дополнению про наш рассказ о киберпанке, кстати. Это хорошее будет такое дополнение. И один из комментариев был, кстати, как раз с упоминанием Infinity. Я его как-то отдельно для себя выделил, этот комментарий. Спасибо тебе большое. Почему не рассказали про Infinity? Спасибо тебе большое, человек, который написал про Infinity. Да, мы умышленно её тогда не упомянули, кстати. Хотя я, конечно... Да всё. Я, конечно, всеми силами желал бы рассказать, но дело в том, что Infinity это не, скажем так, не типичная такая настолочка, которую там из коробки разложил, поиграл, это скирмиш в Wargame, с кубиками, со всеми делами, с линейками. Ну, так вот. О мире, значит, Infinity. Он имеет непосредственное отношение к киберпанку и очень похож с призраком в доспехах. Этот сеттинг, он такой... Видно уже даже, да, это sci-fi, киберпанк. Причём он такой вот немного анимешный. Вот это вот всё Infinity. Будущее. Люди начинают, ну, пока ещё довольно скромно расселяться по другим планетам, кроме Земли. Найдена открыта технология путешествия через так называемые кротовые норы по околоземному, скажем так, пространству, около Солнечной системы. Найдены планеты с подходящим климатом, с подходящими условиями для жизни. И, собственно, люди начинают расселяться. Это такая вот общая такая канва вот этой вот истории мира Infinity. Уже, конечно же, технологии шагнули порядком вперёд. Уже есть импланты, уже компьютерные технологии шагнули вперёд. И человечество, оно вообще поделилось на... Ну, как бы, это уже не национальный такой признак, ну, хотя где-то он присутствует, на несколько таких, можно назвать, фракций таких... Идейных? Различных, да, они объединены очень... Ну, конечно, по национальному признаку, но гораздо более они объединены какой-то общей идеологией. Самой крупной такой фракцией является Панокеания. Это такая аллюзия на нашу современную капиталистическую систему Соединённых Штатов Америки. Вот. За политические свободы, за демократию, за всё вот это вот. Они, скажем так, кратуют, сетуют. И они очень развиты технологически. У них очень качественное вооружение, у них довольно сильная армия, многочисленная, то есть... Но они, естественно... Но они не монополисты при этом. Они не диктуют всему человечеству, там, как жить. Вот. И есть ещё, скажем так, их зеркальная такая... Ну, противоположность даже. Это восточная цивилизация. Это Китай и Япония. Аллюзия уже на современность. Это Ючинг. Они... Это в основном китайцы, но у них есть секториальные армии японские. Вот. У них всё точно так же до сих пор правит император. Вот. То есть это такие традиционалисты. Они очень чтут свои традиции. Они очень... Тоже у них очень хорошо развиты технологии. Ну, в отличие от Панакеании, да, которые... У них там рядовой пехотинец, грубо говоря, это считают, что там элитный пехотинец какой-нибудь другой армии он там стоит. То Ючинг у них очень хорошо развиты так называемые экзокостюмы. И у них... Их как бы визитная карточка является тяжёлая пехота. Это облачённые в эти экзокостюмы бойцы. Вот. Тяжёлая броня, тяжёлое вооружение. Ну, и, естественно, никуда не деваются их... Вот эти традиционные такие бойцы, как Низи. Вот. Они участвуют... Восточная культура. Всё-таки они есть. И они участвуют в различных операциях на проникновение, на диверсию. Вот такое всё. Ну, конечно, стоит сказать, что войн в масштабах современности уже нет. Человечество друг с другом таким образом уже не воюет. И если есть какие-то конфликты, они очень локальны, и они решаются именно на уровне стычек каких-то отдельных отрядов немногочисленных, хакерские атаки, взломы. Ну, вот киберпанк. То есть, чтобы вы понимали, что стенка на стенку уже как бы никто и не идёт. Уже крупномасштабных операций, там, ракетных ударов уже никто не делает. Всё как бы так. Никто ни с кем не воюет, но, тем не менее, конкуренция есть на уровне вот таком, скрытом. Хакислам. Хакислам — это исламисты будущего, но они практически не похожи на исламистов, которых можно себе представить, да, как бы имея сегодняшнее какое-то понимание. Это очень глубоко такая гуманистическая фракция. У них очень много хороших учёных, у них лучшие доктора во всей вот human-сфер, во всей человеческой сфере. Ну, точно так же у них, конечно, тоже своё уникальное там вооружение. Вот. Ну, смысл в том, что они не нацелены вообще на решение каких-то, ну, проблемы там военным способом, да. Они именно вот за какую-то дипломатию, за гуманизм, за то, чтобы поставлять хороших докторов, нежели делать какое-то оружие там массового уничтожения. Алиф. Алиф – это вообще любимая моя, так называемая, фракция в Infinity. Это искусственный интеллект, который был создан совокупными стараниями всего человечества. Алиф контролирует жизни людей, их быт, их перемещение, их работу, всё-всё-всё, масс-медиа вот на своём уровне. В общем-то, Алиф создавался с целью упростить, конечно же, жизнь людей. Также он отвечает за перемещение между кротовыми норами, вот этими, то есть он регулирует маршруты космические, там всё это делается в автоматическом режиме. Создавался кем? Людьми создавался, это совокупные, да, то есть люди дошли до того, что давайте объединимся, и лучшие умы человечества, они создадут вот эту систему, искусственный интеллект, который будет помогать людям. И везде, во всех каких-то масс-медиа, во всех каких-то пропагандистских роликах, социальная реклама, везде, значит, надпись одна. Появляется «Алиф is your friend». Алиф – твой друг. Верь, Алиф. То есть Алиф никогда не сделает тебе ничего плохого. Он создан для того, чтобы защищать человечество, он сделан для того, чтобы помогать человечеству. Ну, я так говорю, и уже, наверное, из моих интонаций понятно, что на самом деле это немножечко не так. У Алифа есть… Как обычно, у искусственного интеллекта своё видение лучше. Да, да, он получил возможность саморазвиваться, да, и когда увидел весь этот… всю эту картину мира, да, он обзавелся собственной армией киборгов. Ну, они… человечество как бы считает, что они подконтрольны. Вот, то есть можно ими управлять, можно как-то вот… Но у Алиф есть своя собственная армия. То есть он создаёт киборгов и для армий Панокеании, там, и для других армий, то есть на вооружении стоят эти киборги, эти технологии, там, и так далее. Вот, ну, у него есть и своя армия, про которую, в принципе-то, никто и не знает. Вот. Также Алиф был создан ещё для… Впоследствии, там, секториальная армия была создана в пределах Алиф, так называемая стальная фаланга, для противостояния инопланетной угрозе, которая у человечества в итоге… Нарисовалась. Нарисовалась, да. И вот Алиф, конечно, довольно успешно ещё сдерживает с помощью своей стальной фаланги, с помощью киборгов, эту угрозу. Вот. Сейчас у нас таймлайн остановился на том, что вот противостояние, скорее, уже не человечество и фракции человеческих внутри друг друга, а именно… Угроза извне, в общем, ещё появилась. Следующий, кого очень хочется упомянуть, это Ариадна. Такая… Русский. Интересная фракция. Не только русский, там сборная солянка, на самом деле Ариадна очень здорово вписалась в историю игры Infinity и предыстория Ариадны такова, что, если помните, я в Кориолисе рассказывал, когда улетел корабль, и пока он летел обычными путями, да, люди научились уже путешествовать с помощью врат, и когда корабль долетел, там люди уже жили. Да. Петля такая получилась. Люди вот здесь, в Infinity, отправляют корабль к планете, засовывают в этот корабль русских, шотландцев, французов и по мелочи. И по мелочи всех, да. Ну, три основные – это вот. Русские, шотландцы и французы. Значит, а, подожди, американцы. Американцы тоже там были, это US Ariadna. Да, как же я про них-то забыл. Так вот, они тут долетают до планеты, высаживаются, называют планету красивым именем Ариадна, и устанавливают там даже контакт с местными, это такие волколюди, в общем. Такие… Людоволки. Людоволки. Ну, как это правильно называется? Волколайки. Да, называй как хочешь. Так вот, установили даже с ним контакт, но с ними контакт установили, а с землей контакт потеряли. И на земле так, ну, отправили и отправили, ну, потеряли сигнал и потеряли, что же делать-то. Вот. И уже прошло много лет, научились путешествовать вратами, кротовыми норами, и нашли планету Ариадны. Высадились, значит, туда и увидели там русских, шотландцев, французов и людоволков. Вот. Которые уже, кстати, начали даже с нашими потихонечку скрещиваться. Человечество-то развивалось, 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 а русские, французы, шотландцы, американцы, которые жили на Ариадне, они не развивались. Они с чем улетели, грубо говоря, с автоматами калашников там и со всем остальным там, они с ними-то и остались. То есть они немножечко в развитии как бы... Отстали. Подотстали, да. Вот такие веселые. Это полноценная фракция Infinity, можно за них поиграть. Фишка их в том, что да, у них не самое крутое оружие, но довольно дешевые у них эти самые юниты, и их можно набрать много. И разных. И они свои цели как-то будут совместно выполнять. Двигаемся дальше. Не меньшие шутники, чем Ариадна, но немного другого толка. Это намады. Или номады. Кочевники. Кочевники. Они, когда, в общем, человечество создало Алиф, нашлись противники ярые такого развития, и они сказали, нет, мы вот под вот этим вот жить мы не будем. Не нужен нам этот ваш интернет. Да, да. Такие. Они, в общем, я уже не помню, там, угнали они там эти три корабля, или построили три корабля. В общем, они на трёх кораблях по космосу летают, кочуют. Связь между тремя кораблями есть, но как бы с Земли никто никогда не может определить, где в данный момент находится этот один корабль или другой корабль. Называются они Коррегидор, Бакунин, Тунгуска. Вот три этих корабля. Они там все, корабли тоже отличаются по наполняемости экипажа, да, то есть, грубо говоря, на Тунгутске там, по-моему, хакеры крутые живут, на Бакунин там какие-то медики с повёрнутыми головами на какие-то эксперименты там, да, проводят над людьми аморальные такие. Ну, в общем, такие отщепенцы, но со своей философией, со своей историей, как бы очень колоритные персонажи, которые просто не захотели жить под гнётом искусственного интеллекта. И у них, кстати, есть свой искусственный интеллект, они создали, вот, чтобы он мог, ну, противостоять в случае чего, когда, то есть, они уверены в том, что дойдёт до такого, что Алиф взбунтуется и начнёт человечество истреблять. И тут они на трёх кораблях нажмут кнопку и всё, и спасут человечество. Вот такие. Свообразные ребята. Да. Помимо этого ещё стоит отметить, что Алиф, он научился воссоздавать типы личности, существующих ранее, либо несуществующих никогда вымышленных людей. В частности, Алиф очень повёрнут на древнегреческих полководцах, на Одиссее и Илеаде. И поэтому он создал, создаёт там Персея, создаёт Аякса, создаёт прочих... Ахиллес. Ахиллес есть, да. Причём там миниатюра в нескольких вариантах есть, там Брэд Питт. Серьёзно, это внешность Брэда Питт, он стоит с мечом, там такой, волосы эти тут назад, всё. Он создаёт эти типы личности и загружает в искусственные тела. И вот это вот, оно реально считает себя Ахиллесом. Оно имеет набор качеств, которые были у Ахиллеса. И, ну, то есть, понимаете, да, что... И убить его можно только через пятку, да? Ну, нет. Кстати, нет. Ещё кого создал... Алиф создал Жану Дарк. Ну, не создал, а точнее, из путин времён вернул. Вот. То есть, в любом случае, даже если это тело будет там на поле боя каким-то образом повержено, Алиф просто берёт новое, загружает туда Жану Дарк и вот вам ещё одно. Шов хитрец. Да. Ну, то есть, ты понимаешь, что когда армию ведёт какой-нибудь там древнегреческий полководец, который действительно считает, что он древнегреческий полководец и что за ним идут, как бы, гоплиты, мермедонцы и прочие, да. Тут уж не забалуешь. Вот. Самое интересное... Да, вот мы будем говорить потом к Арестей, когда перейдём уже наконец-то. Поговорим. Режиссёр подсказывает нам. Поговорим, поговорим, да. Значит, и создали они... Алиф создал для Ариадны героя шотландского, вот я забыл, как его зовут, герой шотландского эпоса. Ну, отважное сердце, который... Вот что-то в килте там такой... Да. В общем, отправили его на Ариадну. Граброе сердце. Как его звали? Неважно. Ну, в общем, отправили этого героя на Ариадну с целью, что, ребята, я же ваш, вот, я же ваш, и... Да, вот, он. Они его отправили... Алиф отправил его. А намады его, в общем, перехватили, полазили у него в мозгах, и перепрограммировали. В общем, теперь это... Он действительно Уильям Уоллес, и он как бы за Ариадну, он уже не за Алиф. Ему там перепаяли контактики, вот, и он теперь, в общем, не подчиняется Алифу. Такие вот истории есть. И можно уже к инопланетянам переходить. В общем, инопланетянских раз у нас две. Первое — это Combined Army, то есть это не какая-то одна раса инопланетян, это сборная солянка, которую отправили просто какой-то надмозг, их отправил просто покорять галактику. И тут вот люди на горизонте замаячили, и то, что прилетело к людям в виде Combined Army, это не полноценная еще армия, это только первая маленькая разведволна, которая уже успела людям доставить столько хлопот, что просто когда долетит уже основной флот, непонятно, что с ним делать. Потому что превосходство в оружии, превосходство в броне, превосходство в тактике, ну, то есть полнейшее доминирование над всеми человеческими технологиями — это Combined Army. И вот в Human Sphere появились Тоха, это тоже инопланетяне, которые вроде как борются с Combined Army, то есть они не за людей, но они при этом против Combined Army. Забавные такие внешние, они напоминают в Mass Effect были такие с этими самыми... Синие такие. Синие, да. Вот Тоха на них чем-то похожи внешне, и они специализируются на биологическом оружии, то есть какие-то вирусы, бактерии, зараза какая-то. В общем, у них вот в эту сторону пошло развитие их вооружения. Точно так же у них броня, их тоже обладает свойствами как раз таки вот это вот всё сдерживать. И, в общем-то, про фракции, наверное, всё. Вот такая ситуация на данный момент в мире Infinity. Да, у человечества 7 планет заселено, то есть в разной степени разными фракциями. У нас есть инопланетная угроза, у нас есть искусственный интеллект, который пока всё это сдерживает. То есть конфликты между фракциями как раз таки решаются на игровом столе в том виде, в котором играют. Да, 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 линейки, террейн, миниатюры, спецправила. Берёте себе какую-то фракцию, набираете. Проще, можно сделать проще. Продаются дуэльные наборы. Ну вот Ice Storm и Red Vale вряд ли вы уже где-то найдёте. Ну, можете найти, ладно, хорошо. Ice Storm Red Vale. И третья вышла. Бывает, как это называется. Ну, короче говоря, Starter, да, Frozen Storm, что ли? Где всё готово для 1-0. Да, для двоих игроков там есть всё. Там есть миниатюры, по 6-7 миниатюр на каждую сторону. Там есть коврик поле игровое, террейн картонный немного, линейки, кубики, жетоны, правила. Там чаще всего туда закладывают, это такой мини-кампейн, 5 миссий. Вот самой простой миссии, когда у вас самые простые бойцы, там 3 с одной стороны, 3 с другой. Обычные стрелки. То есть никаких спецправил вам не придётся там следить за ними. Просто вы научитесь перемещаться по полю и стрелять. Там вторая миссия уже вам добавит снайпера, например. Третья миссия вам добавит камуфляжника, который сможет там, у него укрытие лучше от стрельбы. Дальше там десантника вам добавят. И так постепенно, постепенно вы, в общем-то, расширите кругозор правил Infinity, чтобы можно было уже понимать, как это всё взаимодействует, играет, и чем это можно дополнить уже, вот эти вот стартеры. Но это самый простой вход в Infinity. То есть можно, конечно, сразу прийти и взять всё, и вот эти книги. Не, ну вообще, в целом Wargame, то есть в формате скирмеш, это про столкновение небольших отрядов. Да, небольших отрядов. Небольших отрядов, в среднем сколько там, 5-6 бойцов? Нет, больше. 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 Ну, там зависит от формата. То есть каждый боец в зависимости от того, какое оружие вы ему выдаёте, какие-то, может быть, специальные устройства вы ему выдаёте. Он, стоимость его колеб... Может колебаться, да? Вот. Но турнирный формат 300 очков. 300 очков. 300 очков. Это... В среднем сколько их фигурок? Ну, это примерно 10-12 фигурок пехотных. Да, если вы будете туда запихивать больших, человекоподобных роботов, конечно, у вас очков меньше останется. Допустим, у Алиф есть Марут, который вот из этих 300, он 150 займёт. Понимаешь. Но он делает всё. Понимаешь? Это огромный робот, который стреляет, жжёт, бьёт мечом. У него там броня, у него там мультиспектральные визоры. Он видит через дым, он видит там в темноте, он видит всё. И, ну, он свою стоимость поэтому как бы оправдывает. Да. Ну, да ладно. Вот это... Чтоб не углубляться в Infinity, хотя мы уже углубились. Но мы это видео обозначим всё-таки Infinity. Infinity, да? И Aristei, да? И Aristei. Да. Теперь давайте... Вот теперь наконец-таки мы дошли до Aristei. Потому что говорить про Aristei и не сказать про Infinity, мне кажется, это неправильно. Это нельзя было так делать. Итак, Aristei... Можно было рассказать про Overwatch? Я не буду рассказывать. Нет. Я против того, чтобы сравнивать Aristei и Overwatch. Ну, действительно. Сейчас за летсплеем партейку и станет понятно, что это не Overwatch в том смысле, там, в котором многие себе это представляют. Итак, Aristei, что же это такое? Я вот рассказывал, что Aleph и MassMedia и Mayonet, которые есть, ну, вместо интернета, теперь... Майонет. Майонет. Майя. 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 Да. Вот. И у людей устройства там всякие, планшеты, наручные там всякие устройства, дополненная реальность. И как-то всё равно жизнь идёт своим чередом, и люди хотят развлечений, люди хотят шоу. И Aristei — это вот как раз про шоу. Про шоу, пользующееся массовой популярностью, самое популярное шоу в человеческой сфере, где сходятся на Гексодоме, это вот поле, арена, называется Гексодом. Сходятся самые разнообразные бойцы, делаются ставки, тотализатор, корреспонденты, ladies and gentlemen, вот это вот всё. То есть тут можно ещё представить, что здесь всякая пиротехника, лазеры, там. В общем, всё это очень-очень красиво. Это действительно шоу, превосходящее по масштабам все современные, вместе взятые, там, не знаю, Халк Хоган, там, отдыхая из... Ну вот, кстати, потому что ты рассказал как раз, что Алифу нравятся все вот эти древнегреческие темы, да, и понятно, почему шоу называется «Арестея», что у него есть что-то такое вот в Древней Греции. Да, ну, по сути, это гладиаторские бои, конечно же, вот. Но завёрнутые вот во что-то такое из будущего, в киберпанк. Это киберпанковские такие гладиаторские бои. И ещё одна технология, которая позволяет такие бои вообще проводить, это так называемая технология кубов. Что такое куб? Это небольшое устройство, которое вживляется в нервную систему человека. Вот. И, в принципе, уже в мире инфинити дошло до того, что практически каждый может себе вживить этот куб. И он занимается тем, что записывает, считывает все мысли, воспоминания, эмоции, всё-всё-всё, что так или иначе проходит через человеческую нервную систему. И когда человек, там, естественно или искусственно, насильственно погибает, умирает, этот куб может быть изъят. И за очень большие деньги этот куб может быть помещён в новое тело. Таким образом, в мире инфинити есть небольшая такая... Каналок бессмертия. Возможность, да, продлить себе жизнь или вообще заручиться бессмертием. То есть, даже такие ситуации бывают, что человек при жизни, он просто открывает счёт в банке и, в общем-то, в договоре пишет, что после смерти прошу счёт не закрывать, а копить средства до тех пор, пока мне не хватит, чтобы оплатить возврат моего сознания в новое тело. А может пройти 200 лет, допустим. До того момента, когда средства необходимы будут накоплены. Вот такие вот. И естественно, что все участники этого шоу, они оснащены этими самыми кубами. И здесь бой идёт насмерть. То есть, действительно, происходит убийство, но... С перерождением. Да, с перерождением. Просто-напросто вот этот момент здесь описан вот таким образом, что новое тело, абсолютно идентичное старому, с загруженной информацией, которая содержалась в кубе. Вот. Также, в общем, некоторые малочисленные единицы практически людей, им позволяется продлевать таким образом жизнь, но это должны замолвить словечко в правительстве. То есть, допустим, если в Ючинге какой-то специалист, он там видный учёный или работник, или... Ну, то есть, он приносит своей вот этой фракции небывалую пользу, и по тем или иным обстоятельствам он перестаёт быть в живых. На правительственном уровне там созывается комиссия, и они говорят, надо бесплатно оживить. Вот. Это в исключительных случаях. Также лотерея есть ещё. Уже хочется залыть партейку. Уже хочется залыть партейку. Ну, ты знаешь, как я люблю рассказывать о них. Нет, ты рассказывай, думаю, что многие зрители это оценят. Оценят, да. Потому что... Дайк, Серёжа, чтоб почаще к нам приходил. Кек. Здесь есть вот такая книжечка, в коробке в этой была. Называется Access Guide to Human Sphere. Угу. То есть, это для тех, кто вообще не в курсе, что такое Infinity, для тех, кто не в курсе, что такое Human Sphere, для тех, кто не в курсе, что это всё за фракции, здесь очень-очень-очень сжато. По сути, про Human Sphere вот здесь пару страниц всего. Вот это и вот это. Это выдержки такие, типа из википедии. Вот. Всё остальное место в этой книжке занимает интервью с бойцами. Ну, тут вкратце. То есть, вообще, это книга про то, как это вот выпуск шоу, да. То есть, вы включаете свой планшетик и начинается это шоу. Здесь вот четыре комментатора и они, в общем, говорят «Ladies and gentlemen viewers across the human sphere» и понеслась Аристея. Вот они и рассказывают, кто бойцы сегодня, берут у них интервью. Те, там, пару слов о себе рассказывают. Говорят, что именно они сегодня будут побеждать. Ну, давай про персонажей мы тогда в отдельном видео расскажем. Хорошо. Сейчас как бы сделаем паузу. Ну, скажем, чтобы ждали завтра, наверное. Ну, в общем, на днях ждите тогда выпуск про персонажей, да. А мы на этом с вами сейчас прощаемся. Прощаемся. Играть, наверное, уже не будем. Играть некогда. Уже устали. Уже язык уже не будет выпуск про персонажей, которые вот в этой коробочке находятся. Да, это базовая коробочка. Восемь персонажей здесь. И пару выпусков мы для вас сделаем по игре. Let's play так называемый. Да. Все, друзья. Всем пока. С вами был Сережа Филипп. Канал Твой Игровой. Пока.